МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Шамбала. Удивительная, таинственная и манящая страна. Все слышали о её существовании. Но где она? И почему люди стремятся отыскать её? Сегодня о Шамбале вновь говорят. Теперь из-за Сирии. Ведь по-персидски название ближневосточной страны звучит как Шам. Слово Болу означает поверхность. Шамбола – это как бы равнина государства Сирии. Ну, как бы вот так. Но со временем понятие Шамбалы стало метафизическим. Оно оторвалось от конкретного места и стало соотноситься с некой идеальной страной, ну, как бы с раем, где живут посвященные или там боги. Слову Шамбала сотни лет. Новое звучание оно получило в 19 веке благодаря Елене Блаватской. Елена Блаватская – оккультист и религиозный философ. Среди эзотериков считается одним из самых почитаемых авторов. Блаватская в своих книгах указывала местонахождение Шамбалы. Якобы это священный белый остров в пустыне Гоби. Именно там будет рожден новый мессия. Наши исследования российских и монгольских ученых, проведенные еще в конце 20 века, подтвердили, что в районе пустыни Гоби 40 миллионов лет назад существовало море. И, скорее всего, надо полагать, что, возможно, у Елены Блаватской эта информация – это отголоски каких-то древних знаний. Николай Рерих – еще одна знаковая фигура в стане эзотериков. Он отправился на поиски удивительной страны в 1924 году. Экспедиция продолжалась несколько лет. После вот этих многочисленных попыток найти эту страну и воспользоваться ее расположением, знаниями, Шамбала стала невидимой для обычных людей. История загадочной страны, в которую могли проникнуть лишь единицы, до сих пор не дает покоя ученым и притягивает исследователей. Возможно, стоит какая-то энергетическая защита, которая блокирует и изображение, и какую-то информацию, поступающую оттуда. Искали три экспедиции Анненербе Гитлера. Они погибли. Две британские экспедиции, одна американская, одна советская экспедиции. Так где находится мистическая Шамбала? Большинство ученых называет местом ее наиболее вероятного расположения – пустыню Гоби. Также в числе основных вариант с Гималаями – в районе мистической горы Кайлас. Найти дорогу в Шамбалу люди пытались на протяжении столетий. Есть привязки, путеводители к этой стране. Многие люди там бывали и описывали свое нахождение. Но вот пропавших экспедиций в разы больше. Очень много таких сообщений, что люди вместе со скотом пропадали. И, главное, бесследно не находили ни скелетов, ни останков. Известная певица Юлия Чичерина – человек решительный. Два года назад она тоже отправилась в Тибет. Искать Шамбалу и совершить восхождение на мистическую гору Кайлас. Там вроде как есть проход в Шамбалу. С неба сходит вода, четыре реки Ганг, Сатлиш, Брахмапутра и Инта. Берут оттуда начало. Четыре величайшие реки уходят с этой горы пирамиды в четыре стороны света. Ну, я верю, что это ось земли. Юлии предстояло преодолеть на машине 18 тысяч километров. Это был по-настоящему рискованный маршрут. Всё было, ну, мистично, и случилось очень всего такого, что даже получилась целая история. Было всё необычное. Так что же увидела Чичерина? И нашла ли тот самый рай? Об этом она рассказала только нам. И об этом буквально через несколько минут. Это Эрнст Мулдашев. Известный хирург. В свободное время исследователь загадочных мест земли. Он утверждает, вход в Шамбулу видел собственными глазами. Эта дверь очень большая, примерно 200 на 200 метров. Она открывается после прочтения специальных заклинаний. Но вот попасть в загадочную страну с помощью одних магических слов невозможно. Проход очень узок. Мулдашев пытался перебраться по нему. Преодолел лишь несколько сотен метров. Это такая керамическая труба. Еле входишь плечами. И по этой керамической трубе ползёшь, 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 не весь куда. Там очень тяжёлая энергетика. Это не совсем наша энергетика. А потом всё начинает сужаться. Игольное ушко. То есть вот так суживается, а с той стороны расширяется. Художник Владимир Анисимов утверждает. Ему доводилось вступать в контакт с жителями удивительной страны. Причём несколько раз. Правда, на расстоянии. Я видел каких-то странных людей, которые смотрели на меня сквозь какую-то длинную трубу. И стенки этой трубы были очень блестящие. И они смотрели на меня и говорили. Говорили, говорили, говорили. И всё показывали мне пальцем. Я об этом никому не могу сказать. Как бы мне не сподорзли, что у меня белая горячка. В тайных книгах Шамбала описана довольно красочно. Царство подобно цветку лотоса с восьмию лепестками. Разделено на восемь областей и окружено горами сверкающего льда. Мистическая столица Шамбалы Калапа находится в центре. А охраняют эту землю сверхъестественные существа. Они как бы защищают вход в подземный мир. Обычно заметить таких охранников невозможно. Но периодически встречаются свидетельства очевидцев, которым удалось увидеть того или иного стража. Одним из них называют йети – знаменитого снежного человека. Так зачем людям Шамбала? Только ли ради счастья и гармонии? Говорят, тот, кто найдет эту страну, сможет управлять всем миром. Неудивительно, что Шамбалу усердно искали те, кто жаждал абсолютной власти. Их имена известны всем. Александр Македонский, Наполеон и Гитлер. Многие спецслужбы пытались выйти на контакт с представителями этой Шамбалы, с духовными учителями, для того, чтобы заручиться какой-либо поддержкой, либо получить какие-то сокровенные знания, а в придачу и современные технологии. Адольф Гитлер был буквально одержим поисками Шамбалы. Фюрер почти до самой гибели Третьего Рейха финансировал экспедиции в Тибет. В Гималаях и в имении Рейха, и в тибетских храмах под видом паломников, странников были немецкие егеря, разведчики, шпионили. Так удалось ли Гитлеру найти вход в мистическую страну? Некоторые исследователи уверены, что да. На это указывают косвенные признаки. Гитлер получил какие-то технологии, которые позволили Германии буквально за 12 лет из-за разрушенной, разоренной в Первой мировой войне государства, лишенной промышленности, армии и флота, стать сильнейшей военной державой мира, по сути. Известный факт. СССР тоже снаряжал экспедицию в Тибет. Но мало кто знает. Это был отвлекающий маневр. Так утверждает писатель Андрей Синельников. Вообще вся история Шамбала, это была дезинформационная война российской разведки. Кстати, за счет этого мы выиграли войну. А потому что все двинулись в Шамбал. Мы их направили в Шамбал. Тогда где же настоящее местонахождение мистической страны? Ответ может потрясти обычного человека. В Крыму! И уже одно то, что крымская Шамбала – это некий такой посыл знающим людям – идите туда, ищите. Если верить этой версии, становится понятным, почему российские правители такое большое значение придавали Крыму. Другое дело, что на официальном уровне эта версия пока не подтверждена. Так что простор для новых гипотез по-прежнему существует. Например, есть версия, что Шамбала на одном из полюсов Земли. Есть же конкретное описание, что она находится за семью горами, окружена океаном. Размеры указаны, там расстояние. Музыкант и путешественница Юлия Чечерина верит в классическую версию. Шамбала в Гималаях. Но как добраться до неё? Ну всё тяжело. То есть нужно всё время быть как бы в ровном таком расположении духа. А нервишки-то пошаливают, потому что горы, нифига там, ну ты вообще ослабленный. Ну короче, тяжело. Но испытание серьёзное. Это одна из деревень, в которой Юля и её муж останавливались на ночлег. Именно здесь ей приснился странный сон. Как будто мы ехали на машине и врезались в небесный корабль. Проснулась, думаю, фу. Хорошо, что у вас бывают такие сны. Думаешь, хорошо, что приснилась. Какой бред, какая ерунда. Но сон оказался вещем. Вот что произошло спустя три часа на горной трассе. Машина перевернулась. Ни Юля, ни её муж не пострадали. И только спустя месяц Чечерина узнала о настоящей цене их спасения. В этот момент тут умер наш кот, который нас ждал. Ну то есть все мы выжили, уцелели, сели, поехали дальше. И кот, видимо, как-то принял на себя эту карму. Говорят, коты принимают карму. Бывает, что там забирают болезни у своих хозяев. Чудо? Совпадение? Или ещё одно подтверждение того, что Шамбала есть? Исследователи утверждают, что именно в Шамбале сосредоточена реальная власть над миром. Поэтому многие и искали, и до сих пор ищут её. Однако Шамбала таила в себе и угрозу. И люди, получившие благодаря ей большую власть, рисковали утратить эту власть вместе с жизнью. В Шамбале живут духовные учителя, которые пытаются корректировать эволюцию жизни на земле. И в случае каких-то кардинальных исторических моментов или поворотов истории, они появляются среди людей. В остальных случаях эти учителя не вмешиваются в ход истории, не пытаются общаться с людьми так часто, как нам бы этого хотелось. Но, возможно, главная разгадка Шамбалы в другом. Она везде и нигде. После многочисленных неудачных поисков родилась следующая гипотеза, что Шамбала находится в параллельном мире. Но с ней возможен контакт. Ну, так как она в четырехмерном пространстве, то из любой точки земли, вот даже с этой квартиры, мы можем попасть в Шамбул. Знатоки говорят, чтобы пройти через этот портал, необходимо выполнить несколько правил. Для кого-то они кажутся простыми, а для кого-то служат надежные преграды. В этой Шамбале существуют иные законы жизни, а именно законы чистой души. То есть ты не можешь пойти поперек своей совести. Может быть, ее и не существует вовсе, а Шамбалу может найти каждый человек внутри себя. Если ты понял, что ты сам, сам, как человек, являешься неким храмом, хранилищем некого святого, то тогда у тебя начинает открываться путь идти дальше. Певица Юлия Чечерина провела в Гималаях несколько месяцев. Она несколько раз была на волосок от гибели и в итоге добралась до той самой горы Кайлас. На нее не поднимаются, туда нельзя подниматься. Там боги на ней. Можно ходить вокруг. Ну, это и есть как бы. Ну, там такое, это такое путешествие вроде, что-то вроде, видимо, модели жизни. Так что же открыло для себя путешественница? И что найдут те люди, которые ищут мистическую страну? Юлии кажется, что она знает ответ. Что такое Шамбала? Какое-то особое, наверное, состояние, когда ты понимаешь, что все это одно, и ты спокойно отпускаешь себя и растворяешься. В абсолюте. И это, ну, в таком ком-то счастье. На наших картах почти не осталось белых пятен. Шамбала на них не отмечена. Но это не значит, что ее нет. Далай-лама говорил, это место, видимо, все же существует. Согласно священным текстам, царство Шамбалы в конечном итоге само установит контакт с нашим миром. Вы знаете, я склонен доверять великому учителю буддистам. И в конце концов, может быть, нужно просто немного подождать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова